Дополнительные выплаты за работу во время пандемии COVID-19 получат социальные работники. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин. О том, кто может претендовать на повышенную зарплату, расскажет Руслан Джукаев. Доплату к своей зарплате получат 130 тысяч работников, которые для снижения риска изолировались вместе с проживающими в социальных учреждениях гражданами, где провели двухнедельную смену и выполняли свою работу. Исключением не стали и работники реабилитационного центра для несовершеннолетних. Надежда в сложившейся ситуации персонал не прекращал свою деятельность и работал на профилактику заражения коронавирусной инфекцией своих воспитанников. Создавались максимальные условия для деток, пребывающих в нашем центре, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Тем более, что для них самоизоляция наступила еще два месяца назад, когда они перестали ходить в школу, когда они были лишены возможности посещать какие-то игровые центры, площадки, кинотеатры. Как известно, дети существа очень подвижные, активные и для них бездействие наиболее проблематично, в отличие от взрослых. Поэтому мы все делали для того, чтобы они не чувствовали себя обделенными, ненужными. Это и какие-то мероприятия внутри, это и флешмобы. Естественно, все это осуществлялось через интернет. Выплата непосредственно коснутся социальных и психологических служб среднего и административного персонала, а также младшего и технического персонала. Существенные надбавки получат и медицинские работники, на плечи которых легла основная нагрузка на период пандемии. В это сложное время, в период распространения новой коронавирусной инфекции, медицинские работники ощущают очень значимую, существенную государственную поддержку. По указанию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации приняты ряд мер финансовой поддержки медицинских работников. Финансовую поддержку получат медработники, оказывающие непосредственную помощь больным COVID-19. Это не только врачи, но и младший персонал, дезинфектор и те работники, у которых есть угроза риска заражения. Это большая поддержка. Медицинские работники выражают благодарность за понимание их труда, за понимание их напряженности в этот период. И они готовы оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся. По данным Министерства труда, максимальный период расчета выплат с 15 апреля по 15 июля. Руслан Жукаев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия.